Очередное краевое совещание провел заместитель министра гражданской обороны чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края Николай Малюк. За последние две недели проверки соблюдения миграционного законодательства дали положительные результаты. Восемь судебных решений о наложении максимальных штрафов в размере 800 тысяч рублей за незаконное использование труда мигрантов. Отличная работа проведена в Денском районе, где совместными усилиями сотрудников миграционной службы и полиции выявлено 141 административное правонарушение. В Краснодаре – 127, в Абинском районе – 61, в Анапе выявлено 60 нарушений. В качестве показательного примера заместитель министра ГОИЧС Краснодарского края Михаил Додатко привел случай, когда во время очередного рейда в Анапе обнаружили 36 нелегалов. В городе Анапе сотрудниками миграционной службы и отделением УФСБ совместно с казаками-дружинниками проведена внеплановая выездная проверка четырехкорпусного строительного объекта по адресу Ленина, 177. В результате проверки выявлено 11 граждан Молдовы, 12 граждан Украины, 13 граждан Армении, всего 36 человек. Заместитель министра ГОИЧС Краснодарского края Николай Малюк попросил главу города-курорта Сергея Сергеева поделиться опытом работы. Проверено 393 иностранца, больше всех проверено отделом Федеральной миграционной службы. В сфере миграционного законодательства выявлено 47 административных правонарушений. Постановлением Анапского городского суда 39 иностранцев выдворены за пределы Российской Федерации и один гражданин Украины оштрафован. Общая сумма наложенных штрафов с начала года составила 8 млн 581 тыс. рублей, а взыскана 5 млн 143 тыс. В отношении лиц, которые не оплатили штрафы, в установленный законом срок составлены протоколы. Если останавливаться на цифре той, которая у нас была с начала года по 29 октября, на учет поставлено 24 241 иностранных гражданин, то сегодня, на сегодняшний день, состоит на миграционном учете 1879 иностранцев. Мы посчитали, в 12 раз мы уменьшили количество иностранцев, которые были на момент начала июня, когда впервые рассматривался этот вопрос. Проверяется вся информация, которая поступает от глав сельских округов, руководителей органов территориального общественного самоуправления. Работа ведется серьезная. Все случаи будем пресекать на корню. Уверен, жесткий контроль даст свои результаты, отметил глава курорта. Сейчас администрация Анапы подписала 62 соглашения с юридическими лицами. которые обязались не использовать труд незаконных мигрантов на своих предприятиях. Ведется мониторинг всех крупных строек, оптовых баз, гипермаркетов на выявление нелегалов.